Ну посмотри, дядя, в камеру. Там тебя будут телезрители потом смотреть. Можешь привет передать? Кому? Кому привет передать? Привет Даши! Жень, тебе сегодня операцию делали? Нет, мне процедуру делали. Процедуру делали? Да. Что за процедура? Катание по больнице. Так. И еще укол в попу. Укол в попу? Угу. Да. Да. И, то есть, нет, все. И еще туда добавить снатфону, чтобы я заснула. Это такая игра, думает Женя. Катание по больнице и сон. Но на самом деле несколько часов назад малышка лежала на операционном столе. Причина – открытый артериальный проток. Простыми словами – порок сердца. Тема сегодняшнего выпуска программы. Открытый артериальный проток – это специфический канал, который сообщает легочную артерию и аорту. Он существует у новорожденных деток и закрывается на протяжении первых трех недель жизни грудничка. Но при пороке сердца артериальный проток не закрывается и кровь продолжает смешиваться. Порок сердца – это врожденная аномалия развития. То есть, когда на этапе внутриутробном закладывается сердце, происходит какой-то сбой, из-за того чего и формируются различные пороки. Олег Александрович Ванин – детский кардиохирург с 20-летним стажем. Работает в кардиохирургическом отделении в Краевой клинической больнице номер один. Самый важный специалист в жизни малыша с врожденным пороком сердца. Спасает жизни, корректирует пороки или полностью их устраняет. У Жени открытый артериальный проток был диагностирован в возрасте 10 месяцев. Почему они делали операцию тогда? То есть, если порок не очень большой и не несет настоящий перегрузок для сердца, для системы легочной артерии, то мы стараемся такие детей расти до возраста, когда можно будет их закрыть эндоваскулярно. Поэтому, естественно, Женя находилась у нас на диспансерном наблюдении. Когда пришло время, ее вызвали и закрыли этот проток при помощи спирали. При эндоваскулярном закрытии через маленький прокол в бедренные сосуды, в сосуды сердца и в проток заводятся тоненькие катетеры. Используя рентген и контрастное вещество, хирург оценивает размер и форму протока, после чего он подводит катетер со специальной заглушкой или спиралью подходящего размера, который закупоривает патологическое сообщение между аортой и легочной артерией. Так скажем, я надеюсь, что сегодня все закончилось. Эмоционально это очень тяжело. Ни диагноза теперь ничего, вот месяц еще у нас карантин и все. Мы возвращаемся к обычной жизни. В нашей клинике оперируются дети любого возраста, начиная от новорожденных и заканчивая, когда они уже взрослые, 15-16-летние, и со всей нозологией, то есть со всей пороги без включения у нас оперируются. Условия для этого у нас есть все необходимые. Необходимая аппаратура, необходимый лекарственный препарат. То есть все, что необходимо этим больным, у нас есть. Операции, когда делаются на сердце, они делаются на отключенном сердце. Да, то есть должна быть аппаратура, которая обеспечит организм отсутствием работы сердца. В клинике накоплен большой опыт по проведению повторных операций, введению больных с единственным желудочком, а также проведение корригирующих операций у новорожденных с транспозицией магистральных сосудов и других сложных врожденных пороков сердца. С помощью уникальной методики эндоваскулярной дилетации клапанов могут быть полностью устранены стенозы клапанов сердца с помощью катетерного вмешательства. Применение новейшего окклюдера позволяет закрывать дефекты перегородок сердца и аномальные внутри и внешне сердечные шунты эндоваскулярным путем, без необходимости проводить открытую операцию на сердце. Субтитры создавал DimaTorzok У маленькой Насти был очень сложный порок сердца. Она родилась не с четырехкамерным, а с двухкамерным сердцем. И этот диагноз, конечно, очень напугал маму, но операция прошла успешно. Конечно, слезы, конечно, плакали. А что делать, если врач говорит, что шанс, если не делать операцию, то и ребеночек жить не будет. Если ребеночка не прооперировать до пяти месяцев, потом ни один хирург не возьмется за операцию. Врач сказал, что в вашем случае операция будет одна, единственная. И все, да. И все нам можно. Еще с самого начала беременности будущих родителей преследует только одна мысль. Лишь бы ребенок был здоров. Детские болезни пугают больше всего. А когда речь заходит о врожденной патологии сердца, то многие впадают в отчаяние. Но, как вы сами убедились, при своевременной диагностике и проведенном лечении полное выздоровление – это реальность. По статистике, в России на каждую тысячу здоровых младенцев приходится по 10-17 детей с сердечными патологиями. Внутриутробные УЗИ выявляют много заболеваний, но не все и не всегда. Очень часто пороки сердца обнаруживают уже на первых месяцах после рождения. Очень важно проявлять бдительность и проходить все обследования с малышом при таких признаках, как сильная отдышка, учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость, плохой аппетит, медленный набор веса, частые срыгивания, шумы в сердце при прослушивании стетоскопом. Всего классифицируют около 100 видов пороков сердца. И причин появления этого заболевания множество. Выделить какую-то одну невозможно. Органы плода в утробе матери начинают формироваться со второй недели беременности, поэтому первые три месяца внутриутробной жизни крохи являются очень важными. Чтобы свести к минимуму риск сердечной патологии плода, нужно помнить, что приводит к этому заболеванию. Перенесенное инфекционное заболевание в первом триместре, когда на четвертой и пятой неделе происходит развитие сердечных структур. Курение и алкоголизм мамы. Экологическая ситуация. Наследственная патология. Генетические мутации, обусловленные хромосомными аномалиями. По большей части хирургия – это единственный шанс этих детей на дальнейшую жизнь. Да, то есть если ребенок с порогом сердца, как правило, особенно те, которые оперируются маленькими новорожденными, они без операции, они бы не выжили. И раньше-то дети умирали. Умирали в районах, умирали, скажем так, непонятно от чего, либо оставили диагноз порог сердца, то есть это был приговор. В настоящий момент эти дети оперируются. И, скажем так, у нас достаточно прекрасные цифры, очень хорошая цифра выживаемости и счастливых исходов. Вот такая она – современная кардиохирургия творит чудеса. На сегодня все. Надеюсь, я была вам полезна. Берегите себя и своих детей. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова